В канун праздника жертвоприношения, который является символом добра, щедрости и милосердия, восточно-туркистанские общественные организации оказали помощь сиротам и нуждающимся. Уйгурские организации Турции и Центральной Азии, различные ассоциации и меценаты протянули руку помощи всем нуждающимся в этот праздничный день. Участники группы FreedomFound пожертвовали денежные средства для студентов, сирот и малообеспеченных семей, испытывающих трудности в Турции. Кроме того, добровольцы продолжают распространять жертвенное мясо и оказывать другие виды помощи. Администрация США включила правительственную структуру Китая в восточно-туркистане и двух бывших правительственных чиновников, замешанных в нарушении прав человека в санкционный список. Согласно письменному заявлению Управления по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США, в санкционный список был внесен Синьцзянский производственно-строительный корпус, а также директор корпуса Пен Зяури и его заместитель Сун Цзинь-Люнь. Учреждения и лица, внесенные в черный список, совершали преступления, связанные с нарушением прав человека в восточном Туркистане, давлением на уйгуров и других тюрков, массовыми и необоснованными арестами, а также физическим насилием. Синьцзянский производственно-строительный корпус был определен как военизированная организация, связанная с Коммунистической партией Китая. Производственно-строительный корпус отвечает за контроль и выполнение плана Коммунистической партии Китая по экономическому развитию региона. Согласно утверждению Минюста США, корпус имеет 14 дивизий, состоящих из десятков полков. Президент США Дональд Трамп намерен запретить на территории Штатов приложение ТикТок. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в Вашингтоне. Американский лидер пояснил, что подпишет соответствующий исполнительный указ или использует чрезвычайные экономические полномочия. Трамп отметил, что может подписать документ уже в субботу. Германия приостанавливает действие соглашения о взаимной экстрадиции с Гонконгом в связи с решением этого специального административного района Китая отложить на год выборы в законодательный совет, намеченные на 6 сентября. Об этом в пятницу 31 июля сообщил министр иностранных дел Германии Хейко Масс. По его мнению, решение не допустить к выборам десяток оппозиционных кандидатов, а также перенос сроков голосования являются очередным посягательством на права граждан Гонконга. Германия неоднократно ясно давала понять, что ожидает от Китая выполнения своих обязательств в рамках международного права, добавил Масс. Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в США, которые намечены на ноябре этого года. Американский лидер написал об этом в своем твиттере. Он связал необходимость переноса выборов с пандемией коронавируса и опасностью мошенничества при голосовании по почте. «Учитывая всеобщее голосование по почте, выборы 2020 года будут самыми недостоверными и мошенническими в истории США. Это будет огромным позором для нашей страны. Нужно перенести выборы, чтобы люди могли проголосовать должным образом. В спокойствии и безопасности», – написал президент. В шести штатах ноябрьское голосование планируют полностью провести по почте. Это Калифорния, Юта, Гавайи, Колорадо, Орегон и Вашингтон. Дональд Трамп не может отложить ноябрьское голосование без поддержки Конгресса, который контролируют демократы, и именно там будут голосовать боевой инициативе первыми.